В Атырау гибнет ретропарк. Его оставили без должного ухода. Зелёные насаждения там высохли, а территория пришла в запустение. Система полива не работает, здания остались бесхозными. Заброшенные фонтаны, растоптанные газоны, разбитые фонари. Выставочное здание и кафе не работают. Амфитеатр забит мусором. Пруд превратился в болото. Так выглядит атырауский ретропарк на берегу Урала. Вандалы приложили руку даже к скульптуре легендарной группы «Дос Мукасан», в открытии которого участвовали сами музыканты. Первое время, когда открывался, всё было отлично. Потом вдруг резко забросили, я не знаю, и слышал, что частные руки отдали. Фонтаны уже года 3-4 не работают. Если сравнивать с основной, то именно такие места для приемопровождения молодёжи, как я, мне 19 лет, очень мало. То есть, как сравнивать с основной, там есть ботанический, центральный парк, там их очень много. А у нас это только ретропарк, аллея, может быть, и набережная. Парков приемопровождения нет общедоступных, допустим, бесплатных. Ретропарк открыли 7 лет назад. Изначально на площади в 3,5 гектара высадили 750 деревьев. Территорию обустроили в неоклассическом стиле. С амфитеатром, выставочным павильоном, музыкальными светящимися фонтанами. Парк был оснащён камерами видеонаблюдения. Проблемы начались из-за неисправной системы полива. Хвойные деревья и газон высохли. Компания, взявшая территорию под доверительное управление, отказалась его содержать. Местные власти вернули парк на баланс городского жилищно-коммунального хозяйства. Обещают, что всё восстановят. Люди были возмущены тем, что за парком не было должного ухода. Фонтаны вышли из строя, поливная система не работала. Сейчас фонтан восстанавливаем. Поливную систему тоже. Чтобы парк снова стал местом притяжения горожан, ему нужна заботливая рука. Городские власти объявили конкурс на его передачу под доверительное управление. Результаты тендера будут известны до конца месяца. Наталья Салькова, Асланбек Шогыр, Тимирлан Султангазиев, Жандос Рахметуллин, Атырау, Хабар-24.